Как развивается мировая экономика России в Тверской области? Какие события в фокусе дня? Обо всем этом за три минуты. Нефтяные котировки обвалились 9 марта более чем на 30 процентов после того, как страны ОПЕК не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни об ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Саудовская Аравия уже заявила, что увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки. В это время курс рубля пережил мощное падение после обрушения нефтяных цен. Центробанк заявил о мерах поддержки финансовой системы. Что делать с деньгами в этой ситуации простым гражданам и куда стоит вкладывать средства, мы узнали у директора Института экономики и управления Тверского государственного университета. Перейти, как я уже сказал, в режим экономии. Я много раз говорил и еще раз хочу сказать, что тех, у кого есть достаточные деньги, они уже давно это превратили в валюту или какой-нибудь другой актив. В рублях надо держать то, что вам надо в течение одного месяца. Если есть излишки, лучше это превратить в валюту. Средняя стоимость авиабилетов по международным направлениям, которая зависит от курса валют, после перерасчета вырастет примерно на 10% и составит около 17 тысяч рублей. На прошлой неделе средний чек бронирования авиабилетов туда-обратно по международным направлениям составил около 15 тысяч рублей. Сейчас он может увеличиться на 10%. Год назад средний чек на авиабилеты туда-обратно за границу был более 18 тысяч рублей. Тогда из-за высокой стоимости нефти авиационное топливо стоило дороже, чем сейчас, напоминают аналитики. Таким образом, даже с учетом предстоящего скачка цены авиабилеты за рубеж, стоимость перелетов будет ниже, чем в прошлом году. Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета Российской Федерации на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина. В текущем году малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка, в том числе за прошедшие месяцы года. А с 2021 года сумма пособия возрастет до полного прожиточного минимума. Всего на реализацию послания президента в поправках к трехлетнему бюджету в целом выделяется более 1 триллиона рублей, в том числе 352,6 миллиардов в этом году. В Тверской области на основании аналитики Всемирного банка наиболее перспективными секторами для привлечения инвестиций в регион является сельское хозяйство, машиностроение, лесная пищевая промышленность, IT и обработка информации, логистика и транспорт, а также туризм. В настоящее время в перечень заявленных реализаций в Тверской области проектов входит более 70 с созданием около 20 тысяч рабочих мест и объемом инвестиций свыше 120 миллиардов рублей. Наибольшее количество инвест-проектов заявлено в сфере промышленности. В Тверской области действует система мер государственной поддержки для инвесторов. Принят закон об инвестиционном налогов вычете по налогу на прибыль до 50 процентов затрат. Установлен налог в 0 процентов на имущество на 5 лет для резидентов инновационно-промышленных парков и экотехнопарков. Экономический обзор для тех, кто хочет знать актуальную информацию и оставаться в курсе экономических событий.